В Чебоксарах разыграли награды Открытого Кубка России по женской борьбе. В этом году призовой фонд турнира составил 80 тысяч долларов. Статус соревнований высокий. Спортсменки, завоевавшие медали, будут претендовать на попадание в Олимпийскую сборную. Честью вашей на турнире защищали 9 атлеток. Кто поднялся на пьедестал почета, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Это тот самый случай, когда победа дается без боя. Соперница Наталья Гольц получила травму ноги на предварительных поединках. Финальную схватку организаторам пришлось отменить. Чувашская спортсменка завоевала золотую медаль. Есть внутри чувство такое, что не полностью свершилось все, что должно было. Что не было той схватки, за которую медаль золотую уже окончательно одевают. Но это спорт, травма бывает, и поэтому в моей ситуации вот так получилось. Вообще для чувашской сборной нынешний турнир оказался весьма успешным. В копилке команды одна золотая и две бронзовые медали. На третью ступень поднялась и Вероника Чумякова. Спортсменка признается, за победу боролась до последнего. Первая схватка была несложная, так как я выиграла 10-0. А вторая схватка за выход в финал у меня была с монголкой. Я вела в счете, но в итоге, не знаю из-за чего, очень много отдала. И в итоге я проиграла ей 9-10. Всего на открытом турнире разыграли 8 комплектов наград. В общекомандном зачете россиянки заняли первое место серебро за гостями из Монголии. В этом году за медали и уникальные кубки ручной работы боролись более 100 человек из семи стран. В активе большинство участниц награды европейских чемпионатов. Конкуренция за пьедестал почета серьезная. Мы как принимающая сторона создаем благоприятную среду для того, чтобы и судьи, и спортсмены, и тренеры, и все те специалисты, которые обслуживают на самом деле профессиональных спортсменов, которые завоевывали не раз медали на разных первенцах, на разных чемпионатах, на разных кубках, приехали к нам. Они уважают нас, они доверяют нам. То шоу, которое здесь устроили, вот этот зал красивый весь, он впечатлил всех иностранных, российских спортсменов, даже тех наших девочек, которые на Олимпиаде уже были, на крупных других соревнованиях. Поддержать спортсменок в Чебоксары прилетел и первый вице-президент Федерации спортивной борьбы страны. В Чувашской республике Амар Муртузалиев частый гость. Благодаря совместной работе, отмечает он, планка турнира не снижается. В следующем году открытый кубок получит другой статус. Этот турнир у нас он открывает год, вот в этом цикле четырехлетия. Поэтому для нас очень важное соревнование. Этот турнир год от года будет только крепчать, только будет набирать обороты. И в следующий раз я убежден и обещаю, что будет намного больше команд приедет. На рабочей встрече с главой республики Амар Муртузалиев заметил, что Чувашия стала столицей женской вольной борьбы. В перспективе в Чебоксарах может открыться и центр развития этого вида спорта. Медырь Ковалев, Анастасия Алангина, Сергей Адушкин и Олег Якимов. Республика.